Сын сельского священника Семёна Георгиевского, Василий, конечно, не предполагал, какой путь уготовил ему Господь на пути высокого служения. В Холмской епархии, когда он защищал православных от польских ксензов, на месте депутата Государственной Думы, когда он отстаивал реформы Столыпина, или когда выступал на Поместном Соборе 1918 года за восстановление патриаршества, везде владыка Евлогий являл собой пример истинного христианина. Особый период деятельности митрополита – его пребывание за границей. Сложная ситуация русской церкви и ее пастырей за рубежом после переворота 1917 года коснулась и митрополита Евлогия. При этом в Европе он открывал новые приходы, активно занимался экуменической деятельностью. Когда-то его в России называли за близость с простым народом мужицким архиереем. Но и в Европе он первым разрешил для масс трансляцию по радио церковных служб. И он всегда думал о молодых поколениях. Для молодежи, если она от церкви отстает далеко, сразу войти в нее трудно. Надо сначала дать ей постоять на дворе, как некогда стояли оглашенные, а потом уже постепенно и осторожно вводить ее в религиозную стихию церкви. Иначе можно молодые души спугнуть, и они разлетятся в разные стороны – в теософию, антропософию и другие лжеучения. Прогрессивный, умный, глубокий, чуткий и добродетельный митрополит Евлогий умер в 1946 году. Могила его находится в крипте храма Успения Богородицы на знаменитом кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.